США передали Венесуэле дипломата Алекса Сааба, соратника президента Николаса Мадуро. В ответ Каракас отправил на родину 10 американских граждан, находившихся в заключении в латиноамериканской стране. Среди них беглец по кличке Толстый Леонард. Обмен произошёл на фоне потепления отношений между США и Венесуэлой. Как сообщается, президент Джо Байден заявил о том, что ему пришлось принять непростое решение. Он освободил Сааба, которого в Америке обвинили в отмывании сотен миллионов долларов в пользу Каракаса. В обмен в Вашингтон поехал бежавший из-под домашнего ареста в США оборонный подрядчик из Малайзии Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу Толстый Леонард. Он фигурант одного из крупнейших коррупционных скандалов в военно-морском флоте США. В рамках сделки власти Венесуэлы также освободили из-под стражи 20 политзаключённых, а ещё пообещали провести честные выборы. Договорённости об обмене удалось достичь при посредничестве Катара. В октябре США согласились ослабить нефтяные и газовые санкции в отношении Венесуэлы. В обмен на это Венесуэла обещала снять запрет баллотироваться в президенты для лидера оппозиции Марии Карины Мачадо. Однако этого пока так и не произошло. Выборы в Венесуэле намечены на 2024 год.